Неподалеку от губернского рынка открыли настоящий дом милосердия. Здесь неравнодушные самарцы помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Нуждающимся раздают еду, сезонную одежду, медикаменты и средства гигиены. Все это абсолютно бесплатно. Одна из посетительниц небольшого павильона – пенсионерка Галина Артемьева. Раньше женщина тоже занималась благотворительностью, помогала с реабилитацией детей-инвалидов. Сейчас она сама находится в тяжелом положении, ей не всегда хватает денег на еду. По словам Галины, волонтеры находят индивидуальный подход к каждому из нуждающихся. Обслуживают очень внимательно и пресекают конфликты. Из-за того, что денег не хватает, а детей напрягать не хочется, поэтому приходишь, иногда вкусно готовят очень. Сегодня грибной день, грибные супы очень хорошие, фасольвые, чечевичные блюда у них здесь есть. Люди, которые помогают бездомным и малоимущим, делают это от чистого сердца. Каждый находит время, чтобы уделить несколько часов тем, кто остался без крыши над головой. Большое счастье быть в обществе людей, сфокусированных, нацеленных, готовых отдавать свое время, финансы на благое дело. В общем, приятно быть в таком обществе, да, с высокими делами. Сам фонд возник стихийно. Несколько неравнодушных горожан, среди которых была Юлия Герман, решили запустить новый благотворительный проект в Самаре в 2017 году. Единомышленники вышли на первую раздачу спустя две недели после обсуждения идеи. Волонтеры кормили бездомных и малоимущих на пересечении Буянова и Маяковского. В первый день за помощью обратились 40 человек. В следующие выходные количество людей увеличилось до 160. Мы поняли, что спрос на такую помощь есть и решили продолжать. И на протяжении почти, наверное, год и три, где-то год и три месяца мы кормили исключительно на улице. После этого организаторы начали привозить нуждающимся зимнюю обувь, одежду и предметы первой необходимости. В 2019 году удалось переместить фонд под крышу в небольшой павильон. Сейчас домик «Милосердие» работает четыре раза в неделю. Зимой добровольцы планируют перейти на семидневный график. С наступлением холодов нуждающимся потребуется теплая одежда. У нас здесь происходит раздача горячих обедов. Также раздаем булочки, там всякие ватрушки. Вот что у нас здесь. Здесь вот у нас одежда уже рассортированная. Три раза в неделю у нас приходит администратор, она сортирует одежду. Мы здесь выдаем штаны теплые, футболки, кофты, там всякие свитера. Здесь также предметы гигиены, мыло, зубная щетка, зубная паста, все, что необходимо. В ближайшем будущем учредители фонда хотят расширяться, в том числе оказывать людям помощь в восстановлении документов, подбирать им работу и возвращать их к нормальной жизни, оказывать юридическую поддержку. В следующем году волонтеры планируют создание полноценного ночного приюта в Самаре. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.